здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы и случайные зрители рад приветствовать вас на канале пар сегодня у нас очередной обзор на пресноводную аквариумную рыбку на этот раз мы познакомимся со скалярией кои или как ее еще называют трехцветная скалярия обязательно подпишитесь на наш канал скалярию часто переводят как крылатый лист по большому счету в уходе из содержания они ничем не отличаются от своих сородичей других окрасов однако мы все равно рассмотрим условия их содержания кормления совместимость с другими рыбками этих замечательных на мой взгляд рыб необычная форма этих рыб конечно притягивает взгляд а необычная трехцветная окраска не оставляет равнодушными эта рыбка из семейства американских цихлит однако ее характер не такой проворный как у других видов этого семейства в целом это не столь прихотливая рыбка в содержании но как бы там ни было не каждому новичку мы можем ее порекомендовать первое что нужно этим рыбкам так это правильный аквариум высота которого не может быть менее 45 сантиметров минимальный объем при этом 80 литров на пару особей по аж от 6,5 до 7,5 а резкие перепады показателей воды переносят очень и очень плохо размеры рыб во многом зависят от объема аквариума в среднем размер взрослые особи 15 сантиметров в высоту и до 10 сантиметров в длину в аквариуме необходима фильтрация и орация воды желательно часть аквариума засадить растениями но обязательно оставить место для свободного плавания на фоне растения не очень выгодно смотрятся и к тому же растение служит для скалярий кои очень хорошим укрытием важно знать что эти рыбки очень пугливы и легко подвергаются стрессу при этом окрас рыбки резко теряют бледнеют в кормлении предпочитают живой корм и замороженный корм это может быть трубочник мотыль дафли циклопы и коретра хорошо едят медленно тонущие промышленные корма не отказываются и от растительной пищи это могут быть как овощи так и некоторые виды аквариумных растений при кормлении скалярий нужно учитывать что это не особо быстрые рыбки зачастую проявляют медлительность помимо этого со дна поднимают корм неохотно чем дольше корм находится в толще воды тем больше вероятность что его съедят для этих целей используют всевозможные кормушки также хорошо едят измельченные морепродукты иногда отказываются от еды вовсе но как правило через неделю заканчивают свою диету могут съесть и мелкую рыбу например неонов но это уже вопрос о совместимости с другими рыбами вообще этих циклит лучше содержать стайками со временем они разбиваются на пары и эти пары сохраняют всю свою жизнь в целом это мирная рыбка хотя иногда может проявлять агрессию как правило это происходит во время нереста не рекомендую содержать золотыми рыбками особенно с такими у которых большие вуалевые плавники часто скалярий такие плавники обрывают а телескопы вообще могут наколоть свои большие глаза об острые плавники скалярий не забывайте о том что скалярий достаточно медленные рыбы и очень активные соседи такие как скажем барбусы например могут им навредить хорошо уживаются с макроподами различных окрасов гурами и другой не хищной но крупной рыбой уживаются с боциями и другими самами вот в принципе и все что нам хотелось рассказать про этих рыб если у вас остались дополнения ждем их в комментариях возможно в других видео расскажем о вашем опыте в содержании этих рыб если вам понравились эти рыбки ставьте палец вверх а мы на этом прощаемся с вами всего вам доброго и до новых встреч до свидания а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...